Ну что, я снова в Шереметьево. Мне кажется, я уже живу в этом аэропорту. Новое путешествие у меня. Видите, какая я вся жёлтая, позитивная. И знаете, в чём я занимаюсь, когда летаю? Моя новая привычка. Я вяжу. Я теперь не читаю книги, я вяжу и не знаю, что со мной произошло. Вяжу я шарф. Не знаю почему, но башню я называю моя малышка. Вот я прям именно так не отношусь. Видите, люди по ней ходят. Попробую на неё тоже подняться. Что мне нравится? Гуляя по Парижу, вы везде слышите русскую речь. То есть если у вас возникает какой-то вопрос, вам не могут ответить местные жители. Если вы находите просто своего соотечественника, который давно уже был в Париже, он вам всё подробно-подробно рассказывает. Красиво как. Луи Виттон. Простой в 6 утра, а Париж в 6 утра не спит. Какие-то машины, какие-то продукты. Сейчас все работают. Супер прическа сегодня у меня. Хочу вам показать мой номер. Вот такой номер. Он рядом с Марсовым полем. До Эфелева башни 10 минут ходьбы. Номер маленький. Вот такая у меня душевая кабинка и окно. Окно затемнённое, никто меня не видит. Здесь вот такой Париж. Сегодня, кстати, пасма. Она вчера была солнечная. Ну и надеюсь, вы заметили, какой Париж очень-очень шумный. И, кстати, рядышком здесь метро. Вот это вот метро. Я тут познакомилась с журналистом французским, который мне предупредил, успел предупредить, чтобы я сегодня не ходила на Елисейские поля, потому что там сегодня идут митинги, демонстрации. Поэтому я пойду в Нотр-Дам-де-Пари. Только вчера я гуляла по Елисейским полям и сняла для вас сторис красивые. А сейчас, смотрите, там интернационалисты устраивают демарши. И все обеспокоены. Так необычно сидеть в Париже с каким-то круассаном и смотреть местные новости. И главное, я всё понимаю, понимаете? Ну, как журналист, который неоднократно снимал подобное, я всё понимаю. Сейчас поймала себя на мысли, что я работаю и не отключаю новости, потому что мне очень нравится французская речь. Как будто бы новостичники в любви признаются. Как говорит мой знакомый, что в этом пуховике мне надо уже записывать просто рэп. Кстати, рэп – это любимая моя музыка. А сейчас я поеду сама одна, спущусь в метро Парижа и попробую. Это мои самые любимые соки натуральные. Даже не надо с собой соковыжималку возить. Это мои завтраки и ужины. Я купила билет, я купила себе сок, но я никак не могу понять, как в этой карте разобраться и где там мой Нотр-Дам-де-Пари. Поехала несколько станций на метро, кружила-кружила, там ничего не поняла. То, что мне объясняют французы на ломаном английском, мне тоже непонятно. Поэтому я решила, что я пойду до Нотр-Дам-де-Пари пешком. Ехала в Нотр-Дам-де-Пари, осталась свидетелем все-таки демонстрации. Потому что наша журналистская душа все равно тебя приведет в самый эпицентр. Ну что, идти пешком до Нотр-Дам-де-Пари была не очень хорошая идея, потому что идет дождь. Но одно хорошо, когда у тебя накладные ресницы, они у тебя держатся. При этом, несмотря на то, что холодно, я не могу перестать фотографировать Париж и восхищаться его красотой. Ну, нереально красивый, прекрасный город. Наивная русская девочка. Я думала, что здесь легко попасть. Смотрите, какая очередь. Боже мой. Она не заканчивается. Она заканчивается. Это книжный магазин, в котором запрещено снимать. Но самое интересное, что там наверху комнатки, в которых может жить любой автор, при условии, что он будет работать в этом магазине и параллельно писать книги. И здесь был Хемен Блей. Это называется быть вне всяких правил. Когда я шла к собору Ноттердам-де-Париж, шел сильный дождь, я очень сильно промокла. Не было у меня зонтика, не было у меня шапки. В итоге я купила себе зонтик за 5 евро. Дождя нет, но красиво. Уже пахнет елочками. Уже все украшает. Много маленьких елочек. Посмотрите, какие красивые ходят француженки. Хочется фотографировать каждую женщину. Каблучки, шапочки, береточки. Девочки, о такой елочке мечтаете? Елочка. А вот там, смотрите, Эйфелева башня. Ну что, все дороги ведут к Эйфелевой башне. Если в прошлый приезд мне больше нравилась Триумфальная арка, то в этот я прям в восторге от Эйфелевой башни. Я считаю, что она такая кокетливая девочка, такая красивая, прям притягивается. Я могу с уверенностью сказать, что Париж это город любви. Такое чувство, что даже когда прохожие просто разговаривают, даже дикторы на телевидении. Такое чувство, что они все друг другу в любви признаются. Но Эйфелева башня, она изумительно прекрасна. Эйфелева башня. Эйфелевев. О, её моя! О, её моя! О, её моя! А где это? Эйфелева башня. Эхэ. 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 Эйфелев. Продолжение следует...